Всем привет, с вами Адам. В данном ролике мы рассмотрим три лучших мода для игры Казаки 3, по моему мнению. Также мы затронем достойные моды, которые также могут оказаться интересными. Поехали! Начинаем с третьего места. На нем расположился пак модов M-Graphics, который изменяет визуальную составляющую игры. Первый из них это M-Graphics Light, где у вас меняется положение солнца и световой гаммы. К сожалению, в нем требуется, чтобы у всех игроков, с кем вы играете, была установлена данная модификация. Вторым модом является Misk, добавляющий новую музыку и меняющий выделение юнитов. Он уже не требует установки у всех игроков. Как и следующий, который называется Dark Water, придающий воде гораздо более реалистичный вид, делая ее более темной. На второе место в нашем топе я поставил мод New Terrain Mod. Эта модификация добавляет огромное разнообразие местностей, животных, форм, карт, куча стартовых опций, где одной из самых интересных является сельская местность. Кроме нее есть тайга с редкими растительностью и черный лес с очень густыми лесами. В общем, мод интересный, но работает только при наличии его у всех игроков. Ну и первое место у нас занимает самый, пожалуй, крупный мод Statewist Country. С этой модификацией у вас игра становится совершенно другой. Огромное разнообразие юнитов, разделение 17-18 века на начало 17-го, поздний 17-й, ранний 18-й, рассвет 18-го века. Новые фишки, например, формирование отряда из мушкетеры-пикинеры одновременно. Кардинально измененная экономика, появление флотов разных эпох, орудий. Введение генерала армии. Он за разы дорогой, но бонус даст неплохой. Но и потерять его тоже нежелательно. А если и дойдет до этого, то дизмораль армии и, наоборот, ухудшение характеристик вам придет. Но это только малая часть возможностей данного мода, чего стоят только гренадеры, закидывающие армию врага гранатами. Разумеется, модификация требует установки ее у всех игроков, чтобы играть в мультиплееру. Ну и на этом топ завершен и переходим к более мелким модам. Начнем с комиссар ПТ-саунд мод. Меняет звуки стрельбы в основном, также добавляет несколько звуков смерти юнитам. И, в общем, куда лучше, чем оригинальные звуки, как по мне. Дальше мод Old School Interface. Собственно, у вас просто интерфейс меняется на интерфейс из первой части. Ну, кому-то может быть он симпатичный, но, в принципе, оба достаточно приятные. На этом, в принципе, с модами мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Сильно много модов на игру за все время не сделано, но я привез одни из самых интересных. В принципе, есть еще парочка, но уж и озвучивать я их не стал. Ну и на этом я закончу. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok